В Башкортостане предложили создать образцовый индустриальный парк в рамках государственно-частного партнерства. Эту идею озвучил на заседании правительства 1-й вице-премьер министра экономического развития Рустам Муратов. Сейчас в республике действуют 11 индустриальных и 18 технологических парков, где работают 149 резидентов. Объем капиталовложений достигает 44 миллиардов рублей. Чтобы поддержать это направление, в регионе предложили предоставлять управляющим компаниям парков субсидии на строительство дорог и коммунальной инфраструктуры до 80% от затрат. Минпром региона запросил на эту программу полмиллиарда рублей. Однако принято решение при определении финансирования исходить из объема заявок со стороны индустриальных парков. Необходимо дополнительно стимулировать развитие индустриальных парков, технопарков. И вот сегодня проект как раз для этого представлен. Он предусматривает субсидирование управляющих компаний индустриальных парков и технопарков в части создания, модернизации, реконструкции объектов и инфраструктуры. Напомню, согласно указу главы региона к 2025 году в республике должно появиться 50 технологических и индустриальных парков. Планируется привлечь в перспективе не менее 300 резидентов. И в продолжении темы. В ходе заседания правительства республики Андрей Назаров пригрозил министерствам ограничить финансирование, если они не будут успевать в срок осваивать средства, выделенные на реализацию приоритетных и нацпроектов. Так, в рамках республиканской адресной инвестпрограммы к началу ноября освоили лишь 56% выделенных средств. Особенно остро стоит ситуация по двум объектам, реконструкцию которых необходимо завершить к концу года. Это детская музыкальная школа и участок дороги от улицы Строительной до Магистральной в Стерли-Тамаке. По последнему объекту не провели даже конкурсных процедур. Похожие ситуации в части реализации НАСПроектов объема освоения федеральных и республиканских траншей 66,5%. Ускориться необходимо строителям новой школы в Нефтекамске, многофункционального культурного центра в Краидельском районе и водопроводов Чикмагуши. Если какой-то из районов проваливает свою работу, в той или иной мере, не обязательно, что наши коллеги ее самостоятельно провалили. Есть какие-то, может быть, причины для того, что эта работа не дала нужной эффективности. Но в любом случае, значит, этот РАИФ эту сумму полностью на следующий год не получает. Это система стимулирования. Значит, те РАИФы, которые идеально справляются, будут получать большее финансирование. Андрей Назаров отметил, до конца года осталось меньше двух месяцев. За это время руководители ведомств должны лично выехать в муниципалитеты для разбора проблемных ситуаций. Следующее заседание правительства будет выездным. Его проведут в Стерлитамаке, где есть трудности со строительством важных соцобъектов. В Башкортостане продолжает расти смертность на дорогах. За 9 месяцев года в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 350 человек. И свыше 3000 получили травмы различной степени тяжести. Основная причина смертельных аварий – столкновение автомобилей и наезды на пешеходов. По статистике Управления ГИБДД по республике, всего с начала года на территории региона зафиксировано 2700 ДТП. Анализ дорожно-транспортных происшествий по дням недели показал, что большинство из них совершаются при выходные и выходные дни. Основное количество погибших участников дорожного движения приходится на светлое время суток. С высших 2000 ДТП погибло 244 человека. А в темное время суток в 686 авариях погибло 109. Свою лепту в статистику внесли водители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения. По их вине произошло более 350 ДТП, в которых погибли 54 человека. Большее количество аварий с участием нетрезвых водителей зарегистрировано в Уфе, Сибае, Октябрьском, а также в Баймакском, Белорецком, Туймазинском районах. С начала года сотрудники ДП задержали 11,5 тысяч нетрезвых водителей. В 2021 год, несмотря на ногами отупал, и голос повышал, и кулаком стучал. Видимо, не работает. Значит, у нас идет рост по сравнению с 2021 годом. И я могу сказать, что в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, где тоже разные дороги, много дорог, у нас ситуация очень-очень плохая. На сегодняшний день в республике продолжается работа по выявлению мест, где происходят больше всего аварий. Для снижения их концентрации там по необходимости устанавливают ограждения, светофоры, наносят разметку, ремонтируют дорожное полотно. Отмечу, на федеральных трассах, которые пролегают по территории Башкортостана, установлено тысяча камер, фото- и видеофиксации. К концу года их число увеличится до 1800. Таким образом, системы будут установлены через каждые три километра. Более 627 миллионов рублей с федерального центра получила республика на строительство нового корпуса психоневрологического диспансера в Благовещенске и геронтологического центра имен Лек в Уфе. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. На сегодняшний день в очереди в дома престарелых и интернаты стоит 157 человек. Новые объекты позволят создать 110 новых мест для нуждающихся. Проект корпуса ПНИ в Благовещенске уже получила положительное заключение госэкспертизы. Строительство начнется в 2022 году. Это будет прекрасный подарок 450-летию Уфы. Я думаю, что корпус станет украшением города. Очень красивый проект. И вообще, впервые в новейшей истории мы строим объекты соцобслуживания через ФАИ. Их вход, безусловно, позволит обеспечить более высокое качество и доступность социальных услуг, а также сократить очередность на стационарное соцобслуживание. Ленара Иванова попросила Госкомитет по конкурентной политике и Управление КАП-строительства провести отбор подрядчика для строительства объектов, чтобы уложиться в сроки. Сдать их должны в конце 2022 года. И в завершении выпуска о ситуации с коронавирусом. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 670 жителей Башкортостана. Скончались от осложнений 23 человека. Таким образом, с начала пандемии заразились свыше 92 тысяч, преодолели заболевания 81 тысяча человек, в том числе 659 за последние 24 часа. С весны прошлого года коронавирус унес более 2870 жизней. Ранее эксперты наряду с Минздравом заявляли, что республика вышла на плато по заболеваемости резких скачков. По числу инфицированных не наблюдается в течение последних нескольких недель. Кроме того, власти региона ожидают спада заболеваемости в ближайшее время. Так как положительный эффект от прошлой нерабочей недели. На этом у меня все. Оставайтесь на РБК. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова